Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Farm Manager 2018 И в прошлой серии нас проспонсировали на покупку техники И теперь нам нужно сделать поле Поле, где будет яблоневый сад Давайте мы сейчас дорожечку небольшую здесь проложим И от этой дорожки, наверное, и поле поведем Вот максимально, да, максимально 50 на 50 Я думаю, мы психанем и сделаем вот такое поле за 12 тысяч с половиной баксов Причем, да, баксов Баксов, хорошо, сделаем Все-таки это у нас поле для сада Деревья будут расти с промежутком Сады должны быть большими Как мне кажется И что теперь Яблоневое деревце на поле посадить Так Хорошо Нам, наверное, не пахать, не культивировать Ничего не нужно Просто берем и сажаем яблоню Яблоня 57 Семян нужно Ждем, пока семена привезут Пока к тому времени у нас вот эти Ребята освободятся У нас кто, кстати, свободный есть? Сейчас давайте посмотрим Что-нибудь Да, только один Фермер Работник полей И нам это как раз не нужно Нам нужно кого-то другу Куда, кстати, ты пошла? Лиана А, пополняют лейки Я понял Все хорошо Я думал, она уже Собралась сваливать На отдых А еще работать и работать-то, а? Так Последние Сейчас курочки у нас появятся По идеям Подсолнухи уже повыше стали Давайте уже Заканчивайте С этим гиблым делом Причем, опять же, да Я игру загрузил И влажность у нас не повышается Да, это проблема, короче Нужно, видимо, процессы все заканчиваются До того, как выхожу из игры Да То есть в прошлой серии у нас Влажность поднялась там Но вот настолько-то И все После загрузки Все ушло в никуда Может сейчас, кстати Когда все отдохнут Влажность бустанется Нет? Нет Конечно же нет Ясно Хорошо Сейчас, секунду Своё домашнее животное Нужно было Выпустить из комнаты Так И, значит, как нам теперь Все это правильно сделать Просто Продать 4 коровы Замечательно Вот эти побочные задания Такие иногда бывают Мы, значит, выбираем яблоко Яблоки На машинах Выбираем Трактор Да Выбираем Её Да Можно даже Вот так О! Все Тут Садовая сажалка И два человека Которые За сажалку Сели Кстати, да На сбор урожая В садах И все остальное Все Погнали Погнали Вот это сейчас Будет интересно Как они будут Работать О! Куда? Забор поломал Поломала, да У нас все Все тетки Тут, по-моему, работают За семенами Наверное Или Куда? А, да За семенами Действительно Поехал Трактор За семенами Давайте Мы, наверное Тогда Что мы сделаем Сюда Дорожку Можно Нужно ли нам Здесь дорожку Делать Я даже не знаю Давайте Вот так Вот сделаем На всякий случай Ну, они И так Справляются Я думаю Так 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 О! Вижу места Друг напротив друга Вижу кустики Здесь появились Какие-то С плохой текстуркой И они поехали С этой стороны На поле, да? Ладно А зачем Двое Здесь Что, одна бы не справилась Типа Или что? Мне вот интересно Ну, вот эта вот Чернота Это жестко Это жестко Это Это неправильно Явно Так Через 17 дней Клубничка Еще вырастет Так И Все Курятинки Больше у нас Не прибавится Вышли в максимум И задание Выполнили Да, мы посадили Да, все Поле Быстренько Мы его Засадили Это максимальное Что странно Оно вроде Не такое большое Как Поля бывают Нет? Для того, чтобы Я как вспомню В фарминг-симуляторе Там поля какие были Огромные Ого Для того, чтобы Подготовиться к зиме Стоит построить Теплицу В которой ты сможешь Выращивать растения Круглый год Построй первую Теплицу И посади В ней помидоры Теплица Посади Рассаду помидоров В теплице Так Хорошо Давайте Мы сейчас Скорость Сделаем Поменьше Трактор Вернули И все Типа Освободились Сейчас уже По идее Но Видимо Все таки Надо было бы Да Тут и Все по это Самое Нет А кстати Давайте попробуем Полить Поливать на машинах Наверное Не получится Да Потому что Поливалки у нас Никакой нет Давайте Сейчас отправим Полить Яблоню Нашу Яблони Нашу Мне уже Интересно Очень Как они будут Я надеюсь Просто будут Подходить К дереву Да И его поливать Конкретно Его И все Да Только Проблема То в том Что у нас Колодца Здесь нету Рядышком А надо Все Все Возможно Менюшки Я пооткрывал Молодец Давайте Поставим Здесь Так Нам Походу Нужно Два Колодца Один Поставим Здесь Здесь И Один Поставим Здесь Здесь Отсюда Они Хотя Мне кажется Они Все Польют Здесь Да Если Кусочек Поля В этот Радиус Попадает То Они Типа Будут Да Так 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 Им Сюда Проще Будет Прийти Хорошо Что нам Нужно Сделать Построить Теплицу Посадить Помидоры Давайте Теплицу Мы здесь Наверное Построим И Теплицу Где у нас Искать Ее Вот За 5000 Теплица Всего Лишь Два Входа Два Выхода Удобно И вот Здесь Мне кажется Она будет Красиво Себе Смотреться Я думаю Можно Теперь Включить Скорость О Порядок Сколько А Поливка Еще Идет Я понял Нисколько Пока Нисколько Так 13 дней Здесь 19 30 20 30 Как у нас Тут дела Ну кстати Заканчиваются Да эти Так Посади Рассаду Помидоров Теплица Здесь Нам Ничего Не нужно Делать Просто Взяли И Можно За 10 Тысяч Рассительную Систему Здесь Поставить Но Наверное Это Будет Слишком Жирно Поэтому Мы Просто Берем Сейчас Помодоры Помодорки Где Вот Рассада Помидоров 62 Штуки И Ждем Пока Их Привезут Первым делом Пожалуй Тем Временем Сделаем Дорожки Сюда Проведем Наверное Колодец Я Здесь Еще Один Поставлю Вот Так Вот Четенько Красивенько Че 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 Почему Сюда Не могу Поставить Ну Ладно Так Че Там Помидорки Есть Есть И Поехали 280 дней Теплица У нас Стоила 5000 Всего Навсего О Кто Коровы О Круто 2000 И у нас Пополнение В нашем Коровничке Будет Силос Вроде бы Есть Запасаем Его Хорошенько Да Тут Через Две Недельки Еще Появится Трава Так Что Будет Все Отлично Наверное Потом Вот Здесь Дом Построю Для Рабочих Новых Как раз Такой Будет У нас Жилой Пятачок И Давайте Сейчас Я еще Посмотрю Что у нас Есть На продаже Ничего Кстати Все Немного Средств 37 Я могу Вот эти Деревья Типа Продать Да Выходит Или Как Это Работает Ладно Экспериментировать Не будем Все остальное Мы уже Все что могли Продали О Дождь Начался Отличным По идее Сейчас Должна Была Бы Подняться Влажность Да Дождь Что то Не складывается Видимо Дождь Слишком Маленький Слишком маленький Последние помидорки мы досаживаем Чуточку еще осталось И все, теперь все отдыхать идут уже Реально, да, дождь прошел, а влажность не поднялась Слишком плохой дождь Неподходящий Ясно, веяние современности Я надеюсь, что ты не потратил всех денег на машины В наших окрестностях скоро пройдут курсы Под названием использование источников возобновляемой энергии Стоит на них пойти, потому что благодаря им Ты сможешь построить ветровую электростанцию Которая в дальнейшей перспективе принесет тебе прибыль Курс, о котором я говорю, можно найти в хозяйском доме Заверши курс использования возобновляемых источников энергии Ветровая установка Так, возобновляемых источников энергии Семь дней будет идти курс А, все, наверх он перешел, хорошо Окей Помидорки надо бы полить Работать Как у нас... Да, будет максимальный урожай Уже можем его собирать Все, пошли Клубничка у нас Выросла Как они классно ящик на нее просто ставят Да и... Куст собрали Так, пять дней Задание завершилось неудачей Превышен его срок Завершилось с боем Окей Здесь тоже, наверное, мы можем его отклонить Этот... А, все, это тоже отклонилось Подклонять все эти задания Собрано 251 клубника По деньгам это... Во сколько будет? Давайте мы, наверное, сразу попробуем продать Может быть, так Где у нас рынок? Продай клубника Клубника... Цена на клубнику начала падать Поэтому... А, во Две тысячи Давайте мы сразу продадим То мы будем еще ждать, может быть, полмесяца До автоматической продажи клубники И... Хотя, наверное, первого числа у нас Цены меняются Или как? Раз в месяц нет Ну, короче, неважно Продаем сразу Ну, на яйцах Кстати Да? Яйца подорожали С 0,8 До 2,7, по-моему Правильно? Вредители на моем поле О, клубничка наша Это у нас Да, давайте сейчас Против Насекомых Отлично Отлично Запасы у нас остались Кое-какие О, ну, наконец-то Пошел нормальный дождь И Теперь уже Все, наконец-то, намокло Кроме, конечно, этого Но 10 тысяч Я пока не готов Потратить на Оросительную систему В этом Поэтому Мы можем уже Собирать Нужно построить Ветровую установку Так Если мы Хотим Собрать Косилка Нам нужна Да? Косилка, кстати Недорого стоит Для травы В принципе За тысячу Какую-то Можно Я думаю Ее И взять Так Парковка Хорошо Сейчас Косилку Привезут И у нас Будет чем Ну, правда Это только Для травы, конечно Косилка Да? Тут Хотелось бы Какие-нибудь Может быть Для вот этих Вот штуков Но, опять же У нас много Времени уходит На сбор Вот этого поля О, косилка У нас сразу Да? Окей Тогда На машинах И Погнали Давай Так И что у нас По А, это у нас Свободных, да? Сколько человек Нам пишут Правильно? Ветровая установка Давайте сейчас Посмотрим Кстати Давайте Скорости на единичку И пусть себе Работают Что у нас Ветровая установка Блин, а 60 тысяч Стоит Мы, конечно Опять же Да, сможем Электроэнергию Продавать Этому И зарабатывать На Ветровой установочке Так Таким образом Но Я даже не знаю Если честно А вот Сбор На тракторе Этого поля Выглядит Гораздо Интереснее Уже Чем Ручной Труд О, у нас Кстати Две коровы Родилось А не Одна Круто Мы могли бы Выполнить Задание На продажу Четырех Коров Но Блин Это, конечно Все хорошо Где нам взять 30 тысяч Баблишка Мы, конечно Можем взять Кредит А, нам нужно Еще Да Парочку Семинаров Для этого Пройти Продавать То, что Вырастет У нас На этих Полях Не имеет Смысла Потому что Это все На корм Для наших Курочек Будет Исключительно Через 19 дней На пару Тысяч Можно Ну, блин Опять же Клубнику Мы продадим На пару Тысяч Всего Зачем Нам Прицеп Для ящиков Зачем Мы его Взяли Ладно Это и мы Пользовались А ящики Куда И что С ящиками Там Так А теперь Только Не говори Что Ты Одна Пойдешь Сейчас Можно Мы Против Против Грибка Нужно Нужно Еще Докупить Докупим 50 дней До помидоров Еще долго Конечно Так Давайте Мы Пару Человек На Четверых Сбросим Вот Это Сбросим Вот Это На Одну Отправим Все Работай Я В тебе верю Ты справишься У нас Тут Работа Поважнее Есть Так Ну Что же Делать Тогда Там Выходит Мы Конечно Можем Продать Трактор Например Что Нам Все равно Получается К трактору Нам Нужно Еще Кучу Всего Покупать На Это Опять же Нужно Кучу Денег Поэтому За 25 5000 Мы Его Можем Продать Всего То Навсего Нам Как Раз Почти Хватит На Эту Больше Мы Денег Ну Только Кредит Опять же Брать Но Я Не Хочу Кредит Брать Я Не Знаю Давайте Продадим Трактор Может Потом Бэушный Какой То Купим Нам То Что На Нашу Маленькую Ферму Пока Особо Не Надо Что С Тракторами О Кстати Это Тот Который Мы Продали Да Наверное Он За 22000 Можно Купить Себе Трактор Трактор Так Нам Нужно Буквально На Пару Копеек Что Продать Сейчас Давайте Посмотрим Стоп 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 Сюда Я Хотел Зайти Продать Ох Еще Один Грибок Да Что Что Так Продать Продать Хорошо Сейчас Мы Уже С Травой Разобрались Практически Нам В любом Случа Придется Купить Еще Средства От Насекомых Пусть Нам Привезут Его Тут Как Процесс Идет Вообще Хоть Как То Все Да Так Хорошо Опрыскивание Средства От Насекомых Давайте Всех Работников Сюда Отправим У нас Один Еще Остался И Да Мы Можем Построить Наконец Нужную Заветную Ветровую Установку Огромная Довольно Таки Ветровая Установочка Мы Можем Красиво Поставить Вот Здесь Да Вполне Красиво Или Наверное Даже Не менее Красиво Будет Где-то Вот Возле Поля Поставить Тут Мы Не Поставим Ну Ладно В эту Сторону Развернуто Давайте Дорогу Сначала Все-таки Проведу Посмотрим Дорога А У нас Тысяча Есть Хорошо По деньгам Укладываемся В дорогу Еще Так О Нормально Нормально Вот так И Ставим О Лучше Ты Приноси Мне Большие Деньги А то Разорился Я На этой Штуковине Если Она Сейчас Будет Нам Приносить Копейки А скорее Всего Так И Будет Потому Что Ну Было Бы Слишком Просто Если Бы Они Нам Много Энергии Давали Да И Соответственно Много Денег Но Эко Твои Животные Покажи Покажи Не покажет Больше Коровочек Наша Ветряная Установка Окупится Примерно За Два С Половиной Года О С Таким Мышлением Можно И Майнингом Начинать Заниматься За Два С Половиной Года Видеокарта Может Окупится Во Время Ветреных Дней Можно Заработать Больше Всего Но Уже Хватит Говорить О Ветреных Установках Пока Заняться Пора Заняться Разведением Животных Ты Уже Знаешь Как Заниматься Птицей И Как Дешево Произвести Для них Корма Вырасти 20 Куриц И Собери 50 Яиц Вырасти 20 Куриц И 50 Куриных Яиц Разведением Животных А я Уже Стоп А кто У нас Готов Был Коровки Нет Я думал Коровки Какие У меня Животных Больше Нет У Мы Можем Уже Собирать Кукурузу Давайте Ребятки Все Дружненько На сбор Кукурузы Это Поле Небольшое Мы тут Ручками Конечно Соберем 20 Куриц Нам нужно Вырастить В любом Случае Поэтому Курятинку Будем Продавать Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Короче Десять Оставляем И Все Пусть Занимаются Так Один у нас Работник Остался Ну что Мы его Отправим Собирать Поле Этого Ее Она у нас Еще и Нет Нет Не будем Ее отправлять Пусть она у нас На подхвате Где-то Будет Посмотрим Чем мы Будем Ее Занимать Со Временем Просто Сейчас На самом Деле Это Конец Месяца И Время Время Выдачи Зарплаты Будет Через Пяток Дней Нам За это Время Нужно Заработать Немного Хотя Бо Немного Так Поле Собрали Тысяча Триста Кукуруза Но Опять же Эта Кукуруза Нам Не На Продажу А На На Этот Ну Кстати Можно Эту Подругу Одинокую Вот Это Отправить Сюда Нам Кукуруза Это Для Корма Курочек Наших И тем Более Да Что-то Ее тут Уже Не Осталось Было Тысяча А Ну Часть Сюда Пошла Согласен Тогда Все Нормально Тогда Все Нормально Как там Через Два Дня Клубничка Будет Чудесно Качество Почвы Немножечко Пострадало Вот Это Наверное Как раз Действие Вредителей Правильно У нас Наверное Таким Образом Идут Штраф От Вредителей Возможно А почем Значит Если Продавать Давай Урожай Ту же Кукурузу Например Как раз Отдельными У нас Партиями Можно Например Попробовать Тысяча Триста За Так Тридцатый Надо Да Блин Только хотел Закрыть Все это Безобразие Продать Все Что У нас Есть На Продажу Немного Молока Нормально В принципе Не то Чтобы Немного Чутка Яиц Тысяча Мне кажется Мы Сейчас Тупо В минус Уйдем Первого Числа Какое-то Есть У меня Такое Подозрительное Чувство Что Нам Не Хватит Подождем Наверное Ну Хотя 24 Трудное Начало И Мы Ушли В Минус Да Минус 1600 Зарплата У нас Ну Я Продажу Продам Тогда За 4000 Вот эту Штуковину Нам Она В принципе И не нужна По большому счету Пока что Я не знаю Что с ней делать Что куда возить Поэтому Пока Ее Оставим Ну В смысле Продадим Опять же Все Можно было Легко Решить Кредитом Но Блин Я так Не люблю Кредиты В играх Брать Что Пока У меня Есть Еще Хоть Какая То Возможность Где-то Получить Деньги Продать Какое-то Ненужное Оборудование Да То Я Лучше Подожду С кредитом Все Таки И у нас Уже Скоро Осень Начнется А на зиму Мы вообще Останемся С Одной Теплицей И с Ветряком Который Нам Производят Ну Кстати А Это Я понял За 4 дня Мы 200 Получили Правильно То 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 есть В принципе Надо будет Под конец Месяца Посмотреть Сколько Мы Получили Получим Денег Так Пошли Собирать Клубничку Немного Деньжат Сейчас Клубники Получится Да Нам Надо Теперь Собрать Жа Странно Я думал Они сразу Соберут Как Вот С первым Полем Да Когда Мы Его Ручками Собирали Они Сначала Скосили А потом Сразу Все Собрали Или Люпин У нас Как раз И должен Был В солому Превратиться Не Мы Получается А Это Солома Которая У нас Осталась Видимо После Сбора Люпин Мы Получили Видимо И Еще Солому Немного Отхватили Да Коровки Соломовые Нет Солому Вот сюда Можно Тоже Подключить А Это Можно Силос Еще Делать Более Сбалансированный Да Более Это Самое Для Коров Полезный Интересно Так Тут Влажность Мы Наверное Будем Ждать Пока Влажность Понизится Где-то Там До Середины И Только Потом Будем Поливать Вот Тут Кстати Можно Наверное Полить Через Пару Дней Будет Наверное Не Раньше Раньше Смысла Наверное Нет Все Ж Так Так Подожди Нет Не Не Хочу Не Хочу Наверное Удалять Или Хочу Твои Животные Готовы Вот Вопрос Хочу Я Или Не Хочу Удалять Эти Поля Мы То Из Них Все Получили Правильно Это У Нас Растения Одноразовые Собраны Урожай Собраны Тюки Все Больше Больше Ничего Нет Но Видимо Да Тогда Пошли Будем Готовить Поля К Следующему Году И опять Дождь Идет А влажность Не Повышается К сожалению О Тут Повысилось На клубничном В этом Да Нормально Повышается Просто Может быть Хотя О Все Отлично Так Что там у нас Сколько нам еще надо Курочек Еще много Тысяча Тысяча Ну Практически Две тысячи Да полторы Две тысячи Мы зарабатываем За месяц Ветряка На которую Потратили Да Но с другой стороны Опять же Он будет И зимой Работать Вместе С нашей Теплицей Посмотрим Что получится Переживем ли мы Зиму Или разоримся Напрочь Вообще Кстати Мне кажется После того Как поля Заметут Заметет Снегом Все равно Нам придется Их заново Пахать И культивировать Правда А сейчас Сажать Давайте Может быть Посмотрим На Сам Люпин Есть у нас Может быть Через магазин Нам подсказочку Дадут Когда Что сажать Время роста 95 дней До начала Мне кажется Холод Ну Кстати Мы В принципе Мы можем Попробовать Взять Да Посадить Вот Если Сейчас Все Бросим Все Плюнем Если До Начала Зимы То Мы Может быть Даже Успеем Нам Надо Кукурузу Собирать Надо Кукурузу Собирать Первым Первым Делом Пошли Пелагея По-моему Работает Уже Здесь Она Видимо Уже Отдохнуть Успела Ладно Давайте Попробуем Еще разок Люпин Посадить И Здесь Это Надолго Конечно Будет Я даже Не знаю Насколько Это Хорошая Идея Давайте Люпин Сразу Посадим Вдруг Успеем Это Все Таки Остатки Были Яблочных Деревьев Которые Надо было Продать На самом Деле Теперь Их Можно Выкинуть Вообще Странно Я думал Что через А Может быть Там Партиями Продается Да И Трава Уже Готова К сбору Ёлки Палки Нам бы Трактор Не помешал Как-то Все Так Быстро Ручек Не Хватает Ручек Не Хватает Определенно Еще 7 Курочек Нам Надо О И Сюда Еще Ох ты 2000 Я потратил Блин Больше Коров Больше Молока Больше Молока Больше Денег Правильно Правда Больший Расход Вот этого Всего Безобразия Поэтому Надо Сейчас Как только Соберем Подсолнух Отправлять Народ На Вот это Поле Кстати Мы там В плюс Уже Кое-как Выходим Правильно Хотел бы Пройти Подготовку По Курсу Выносливости А ну-ка Пелагея Ляна Так Пелагея Маргарита Пелагея О Кстати За 0 Баксов Оп И Прикольно Прикольно Подняли Вносливость Дешево И сердито Так Получилось Весьма Что у нас Подсолнухом Весь сюда Складируют Да Как это работает Может все-таки Сейчас Так Может на самом деле Это многолетняя Трава Я зря Зря все-таки Удалил Это поле Может оно Как только Там сезон Новый Пойдет Так Сразу Ну короче Я Пока не в курсе Собранный урожай Тоже Да Опять же Скорее всего Нет Скорее всего Надо Заново Все Пахать Да Это там Это не клубничка Все правильно Которую Можно собирать Будет через 3 дня Уже снова Блин Так И тут через 3 дня Так Надо срочно полить А работников Нет Как у нас тут дела По идее Да Сейчас 2 работника У нас освободятся Пойдут поливать помидоры Срочно Поливать помидоры Давай быстрее 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 Бам И И И Все Нет Во Так Поливать помидоры Срочно Блин Сейчас мы Часть урожая Тут потеряли Даже Жалко Немного Второе число Да Мы как раз Выплатили Зарплату И Все равно Еще Держимся Хоть как-то В плюсе Плюс Сейчас помидоры У нас Скоро Можно будет Собрать И мы Получим Я надеюсь Мы получим С них Достаточную Прибыль Так Хорошо Грибок Боже мой Как не вовремя На Вот это Поворот Надо собирать Срочно И помидоры Уже Можем Собирать Помидоры Палили Да Давайте Сначала Начнем С Клубники Она Ближе И к домам Да Мы ее Быстрее Соберем Потом Помидорами Займемся Клубнику С грибком Собираем Кошмар Никто Не заметит Мы продадим Под шумок Там Нормально Все так Все так делают Плохая Неплохая Поедять Так Хорошо 155 Клубники Блин Вот Из-за грибка Видимо Да Как раз Да Мы собрали И грибка Больше нет То есть Нужно Если еще раз Такое будет Нужно Сначала Хотя С другой стороны Уже-то поздно Обрыскивать Правильно Когда уже На выросшей Клубнике Грибок У нас Появился Да Наверное Кстати Поздно Уже По-моему Только кукурузы У нас Хорошо Тогда Много Получилось Всего остального Как-то Так Сомнительно Подожди У нас Еще А Парочку Можно Продать Мне кажется Курочек Запросто Как раз Четверо Сейчас Вырастут Им Все Предложение Из Министерства Сельского Хозяйства Создай Поле Размером По крайней Мере Чтобы Получить Финансовую Поддержку В размере Так Это ж какое тебе то поле С другой стороны Нам ничего не мешает Создать такое поле И Оставить его Мы Мы на него 5000 потратим Нет Пока что Нам Нам-то понадобится Поле Рано или поздно В любом Случа Но Вот эти задания Если в каком-нибудь Свободном режиме Играть Тогда еще Да Или В сценариях Но Тут Мне просто Дадут задание Построить поле Там Да И посадить на нем Потом что-то И это поле у меня будет пустовать, то, которое я сейчас могу организовать. Поэтому мне не очень нравится такое. Вот, сейчас как раз все четверо курочек будут готовы. И у нас сено тоже, не сено, а трава тоже скоро будет готова. Так, помидоры. У нас есть еще помидоры, давайте мы сейчас зайдем на рынок. У нас автоматическая продажа в любом случае стоит, да. И помидорки у нас на тысячу, да. Ладно, я, наверное, сразу продам все. Клубника на две тысячи. Слушайте, у меня помидоры дешевле, чем... Просто клубники больше получилось, заметно. Мы, кстати, по деньгам неплохо так вышли. Уже. Надо будет на автоматическую продажу поставить потом помидоры. Но пока... Это не так важно. А, они еще собирают. Они еще собирают. Согласен тогда. Согласен. Они просто по чуть-чуть уносят. У нас еще есть помидорки. Не, до зимы не успеет люпин вырасти. Поэтому зря только на него время потратили. О, 850 помидоров было собрано. Хорошо, через 39 дней будет снова урожай. И давайте... Так, опять я в машину захожу вместо рынка. Рынок. Стоп, стоп, стоп. Не рынок, а помидоры. И давайте автоторговлю включим. Кукурузу мы не продаем. Продаем мы помидоры бесконечно. Ну и все. Можно, кстати, на автопродажу курятину поставить, да? Автопродажу. А как? Ладно, пока не будем на автопродажу курочек ставить. Мне кажется, это... Такой себе план. Так. Но, блин, все равно не засчитались. Вот, зараза. Все равно не засчитались наши курочки, к сожалению. Коровник у нас уже достиг своего предела. Ну, кстати, две коровы можно продать. Четыре тысячи, как ни крути. Вполне себе не дурно. По-моему, выходит. По идее, сейчас, наконец-то, задание закончим. Мы на этом будем уже серию заканчивать. Посмотрим, что там у нас в следующем будет. Так. 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 А вот тут интересно. С коровками. О коровах. О коровах также нельзя забывать. Вырасти три коровы и собери 500 литров молока. Так. Так. Вот я его типа вызвал. И что дальше будет с коровами? Мне интересно узнать, куда они денутся. Или они сразу автоматически продадутся? Вот это вопрос. Пошаманил над коровкой. И... И свалил. И ничего не произошло. Походу, да? Ладно. Надо продать тогда парочку. Все-таки. Нам, в теории, три нужно продать. Но они все время по две у нас рожались. Поэтому... Ну, все. С коровами мы тут, походу, надолго застряли. Раз такое дело. Раз их нельзя как-то в плюс растить, когда уже заполнена ферма. Так. И у нас сейчас работники наши все фигней страдают. Можно что-то для них придумать. Вопрос в том, что для них можно придумать. Ну, кроме как там, да? Поливать помидоры. Поливать помидоры, это, конечно, хорошо и нужно. И клубничку тоже полить нужно. Но... Вам нужна какая-то работа. Хоть бери и реально поля себе это... Копать. Пусть идут. Да, но все равно им заняться не особо, а не чем сейчас. Отправим. А вдруг... Вдруг проканает, да? И... После зимы не нужно будет их вспахивать заново. План капкан, нет? Ладно. Как я и говорил, на этом мы пока что серию закончим. И в следующей серии продолжим. Пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok